всем привет я олечка и вы на канале на даче жить и сегодня я затрону сложную для себя тему штукатурка и шпаклевка стен женщина-маляр это казалось бы обычное дело для меня штукатурка и шпаклевка оказалась очень сложными я считаю что маляры обладают стальными нервами дело в том что как ни старайся но за один слой все равно не все не сделаешь особенно если у вас стены не выровнены по маякам или гипсокартоном а для новичков как я нужно будет накладывать еще и второй и третий слой и потом еще трудоемкое отшкуривание а теперь я расскажу как я это делала в моем конкретном случае стен у меня частично газоблок а частично цсп потоложи из 6 метровых бетонных плит с двумя стыками первое помещение у меня котельной 5,5 метров квадратных а второе мастерская около 12 метров квадратных оба помещения считаются влажными а в мастерской у меня сразу же выход на улицу поэтому все помещения надо отделывать только цементными смесями которые не боятся холода воды и перепада температур так как у меня технические помещения я не стала тратить деньги на штукатурку по маякам а потолок у меня и так всего 190 сантиметров поэтому вместо штукатурки по маякам я просто протянула стены плиточным клеем со стеклотканевой сеткой ячейки 2 на 2 но еще можно взять 5 на 5 тем самым я немного защитила себя от трещин на стыках плит и цсп но не обольщайтесь маленькие трещины со временем все равно появятся я забыла что надо закрыть скотчем те места которые не хочешь испачкать и 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 а почему же я взяла плиточный клей да потому что он дешевле он крепче и он пластичнее а шпаклевку толстым слоем класть нельзя да и она дороже а ложится слоем только в 3 миллиметра перед клей я прогрунтовала стены грунтом глубокого проникновения циризита 117 затем бетоноконтакта стену же из газоблока я прогрунтовала аква стопом мое видео о грунтовке появится вот здесь всплывающем окошечке вы посмотрите его обязательно ну и Далее я взяла медную шпаклевку Кнауф Мультифиниш и перед ее нанесением грунтовала стены Аквастопа. Сначала я думала, что ограничусь только ей, но на втором слое стало понятно, что как ее не заглаживай и не ошкуривай, она слишком крупнозернистая для покраски. Так что после штукатурки я сразу советую вам переходить к витамиту ВН. С витамитом же пошло все на ура! Музыка 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 После высыхания первого слоя обязательно пройдитесь шпателем и срежьте все лишнее. И еще очень важный момент, не упустите время. Если пройдет более 12 часов с момента нанесения витамит ВН, потом вы замучаетесь шкурить. По сути он схватится и лучше его сразу ошкурить. Для финишного последнего слоя шпаклевка делается чуть жиже. Между слоями витамита в отличие от шпаклевки КНАУФ грунтовать не надо. Перед покраской же прогрунтуйте стены аквастопом. Расход краски будет меньше, а адгезия лучше. В таких помещениях как у меня лучше использовать только фасадные краски. Краски для внутренних работ нельзя, а почему я расскажу в следующих видео. Друзья, чтобы видео были не длинные, я разбила видео о шпаклевке на два. В следующем видео я расскажу о технике нанесения и о нюансах, которые я выявила в ходе работы. Это видео появится на следующей неделе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. И дизлайк, если я бесполезный человек. Заходите в группу ВКонтакте, ссылка есть в описании. И помните, что у вас есть возможность помочь нашему каналу на развитие и на новый инструмент. Ссылка, как это сделать, также в описании. Всем любви и счастья! Пока-пока!